Физкульт привет, друзья и ученики! Наконец-то я собрался записать для вас ролик о голодании, о периодическом голодании. Как набирает обороты сейчас фитнес-индустрия предлагает это 4 на 20 и 8 на 16 и о лечебном голодании. Постараемся вкратце поговорить о обоих этих видах голодания и вообще в принципе о голодании. Хорошо это или не очень? Больше плюсов или минусов? Скажу сразу, что я лично против голодания и считаю это не физиологичным, не для кого из нас с вами. Особенно, когда речь идет о лечебном голодании. Многие люди, как всегда, имея знания, не имеют понимания. Так вот, друзья, лечебное голодание никогда не было направлено на избавление от жировых запасов. То есть от ожирения или даже если вы просто хотите похудеть. Никогда, никто не использовал, если, конечно, грамотный человек, не использовал это для похудения. Возникает вопрос, для чего используется лечебное голодание? Насколько я знаю, лечебное голодание используется только для аутоиммунных заболеваний. Что это такое? Это когда организм воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает бороться с ними. Вот тогда и только под присмотром специалистов в специальных учреждениях производится лечебное голодание. Опять-таки, повторяюсь, только для борьбы с аутоиммунными заболеваниями. Это очень важно понимать. Только под присмотром специалиста и только в специализированных учреждениях. Что касается похудения, то это тоже есть специализированные учреждения со своего рода специалистами. Это две разные клиники, два разных учреждения. И они между собой не имеют ничего общего. Одни борются с аутоиммунными заболеваниями, другие борются с ожирением. Почему ни в коем случае нельзя использовать голодание для того, чтобы улучшить свое состояние здоровья? Да, просто-напросто, что никто никогда из грамотных специалистов вам это не порекомендует. И сейчас очень модно говорить о разных шлаках, тем более набирает популярность различные детокс диеты, вообще просто детокс. Но это все, друзья, чушь, потому что шлаков не существует. Единственные шлаки, которые я когда-либо где-то видел, это шлаки, встречающиеся в металлургическом производстве. Когда я работал на Ворском автомобильном заводе в металлургии, я видел шлаки. И с нашим организмом они имеют ничего общего. Так что, друзья, никогда не слушайте тех, кто советует вам голодать или что-то делать еще для детокса. Это полная чушь, человек просто не понимает, о чем говорит токсины. Спросите его вообще о каких токсинах и о каких шлаках идет речь. Давайте продолжим. Почему нельзя голодать для похудения? Все очень просто, потому что когда вы голодаете, не забывайте, что наш организм имеет где-то около 4 килограмм бактерий. И в принципе неизвестно еще кто кого имеет и кто за счет кого живет. Я думаю, сейчас никому не нужно объяснять, что если у нас изъять все бактерии из нашего организма, то мы просто-напросто умрем, развалимся. Так вот, эти бактерии помогают нам жить. В принципе, они и дают нам жизнь. И когда вы перестаете есть, естественно, эти бактерии тоже страдают. Происходят всевозможные нарушения и очень много, очень всего может негативного сказаться именно на вашем здоровье, на вашем организме. Кстати, голодание нужно производить только, в принципе, здоровому человеку. В плане почки, печени, все это должно быть проверено перед тем, как голодать. Потому что если у вас есть какие-то проблемы с почками, они обязательно опустятся. Почему нельзя голодать дома? Все очень просто. Потому что даже когда я учился в университете на факультете физической культуры и спорта, почти 6 лет, у нас было 2,5 года лечебная физическая культура, где нами рассказывали о голодании. Голодание это медицинский инструмент, скальпель, причем обоюдоострый. И вы не знаете, где и как его принимать. А я бы сказал, что это русская рулетка. Никто, ни один специалист не скажет вам, как именно на вас индивидуально скажется голодание. Где оно выстрелит. И это нужно понимать. Почему не рекомендуется голодать дома, я думаю, объяснять здравомыслящим людям не нужно. Потому что голодание всегда должно сопровождаться анализами, наблюдениями специалистами за вами, чтобы грамотно протекал сам процесс. И если возникнут какие-то непредвиденные ситуации, всегда были медики под рукой, которые смогут помочь вам. Голодание очень-очень опасный вид деятельности, если вы занимаетесь этим самостоятельно. И что самое интересное, не так опасен сам процесс голодания, а как выход из него. Потому что, не забывайте, что чтобы войти в голодание, вам нужно плавно к нему подойти. И чем дольше процесс будет голодания, тем плавнее в него нужно входить и еще более плавно и грамотно выходить. Потому что люди умирают не в самом процессе голодания, а в основном из-за того, что неграмотно выходят из этого процесса. Это все, что касается лечебного голодания. Периодическое голодание. Опять-таки, для чего вам будут его рекомендовать? Другие каналы, другие блогеры, люди просто. Это опять-таки фитнес-бизнес-индустрия, которой выгодно это делать. Почему? Думайте сами. Я считаю, что все это плавает на поверхности и очевидно и видно. Потому что выгодно, чтобы у вас был персональный инструктор, который будет вам индивидуально подбирать план тренинга. Основываясь на различных бредовых идеях о том, что кто-то эктоморф, кто-то мезоморф. Друзья, это психотипы. И если они могут на что-то влиять, вы в моих статьях это читали и в видеоуроках, то только на план питания. Да, действительно, в плане питания мы все с вами действительно очень индивидуальны. Но общие базовые принципы действуют, в принципе, извините за тавтологию, на всех одинаково. Но вот нюансики для этого как раз-таки и многие профессиональные бодибилдеры, спортсмены, различных других видов спорта имеют тренера-диетолога. В основном современный грамотный тренер персональный это диетолог, который помогает вам следить за составлением вашего рациона питания. Что касается периодического голодания. Не забывайте, что когда вы голодаете, организм включает стрессовые ситуации. Не важно, сколько вы голодаете. Когда вы голодаете, организм выделяет определенное вещество, липопротеин киназа, которое отвечает за то, что все, что потом будет съедено, будет, грубо говоря, отложено в жир. И не зря вы замечаете, что когда вы или кто-то из ваших друзей голодает, или даже бывает просто не поест пару раз, пропустит пару приемов пищи, в первую очередь организм будет избавляться от мышц. И да, когда мы недополучаем, именно голодаем, организм переходит на определенное внутреннее питание, выделяя определенные энзимы, которые разрушают наши белки, разрушают мышечную ткань. Почему это происходит? Опять-таки все очень просто. Мышцы сами по себе требуют для себя колоссальное количество энергии, которое поступает, когда мы с вами тренируемся в процессе жизнедеятельности, естественно, с пищей. Когда этой пищи нет, организму легче избавиться от мышц, что и происходит. И многие знают, когда вы садитесь на какие-то жесткие диеты, вы худеете, а когда у вас непонятное такое желеобразное тело, вы не видите, в первую очередь, что худеете за счет мышц. Так вот, каждый килограмм потерянных мышц, потом, когда вы возвращаетесь, а большинство возвращается к обычному режиму питания, возвращается двумя килограммами, но уже не мышц, друзья, а жира. И получается, что сам процесс голодания это беспонтовый и ненужный, опасный для нас с вами процесс. Ведь для чего голодает основное большинство? Для того, чтобы получить эстетическое тело, избавиться от жира. Мы не будем сейчас брать людей, которые голодают для здоровья или для духовных практик. И такое тоже бывает. Кстати, в культуре американских индейцев были тотемные животные. У каждого человека был тотемный знак, тотемное животное, которое помогало ему по типу, если хотите сравнивать с христианством, как ангел-хранитель. И именно голоданием, как минимум три дня юноша уходил, уединялся, голодал, но там он не пил и не ел. И ему в видениях приходило то или иное тотемное животное, которое потом сопровождало его по жизни. И, кстати, юноша не мог стать мужчиной, если у него не было таких видений. Но мы немножечко с вами отвлеклись. Итак, мы с вами понимаем, что ни голодать, ни периодически, ни тем более лечебно нам с вами не нужно. И даже всеми нами известный и любимый Поль Брэк, который умер в возрасте 97 лет, не умер, а погиб, катаясь на серфинге, дай бог каждому из нас так, он тоже в конце жизни пришел к тому, что если и голодать, то не чаще, чем один раз в 7 дней. То есть сутки в 7-10 дней. Чаще не стоит, потому что это будет только вредить. Итак, многие голодают для того, чтобы лучше себя чувствовать, получить более-менее красивую эстетическую фигуру и продлить свою жизнедеятельность, жить дольше. Но мы же с вами хотим жить не только долго, но и качественно, чтобы эта жизнь была полноценной, здоровой. Так вот, голодание ничего общего с этим не имеет. Сейчас многие начнут возражать, как же так? Да, друзья, если мы будем рассматривать всех абсолютно долгожителей, то есть одно общее правило. Они всегда ели очень мало, но ели часто, постоянно. Ни в коем случае нельзя голодать. А обратите внимание еще на профессиональных культуристов, бодибилдеров, которые, имея огромную мышечную массу, зачастую в межсезонье, когда не хотят избавляться от подкожного жира, едят 4-5 раз в сутки. Чаще 4 раз. Но чем ближе соревнования, тем чаще становится прием пищи. И меньше сам один прием. Так вот, у многих доходит до 10 приемов в сутки, но маленькими порциями. Когда мы кушаем постоянно, но не переедаем, организм не включает никаких стрессовых гормонов, никаких стрессовых ситуаций для него не создается. И он не думает о том, что ему нужно откладывать что-то про запас. А не забывайте, что организм откладывает питательные вещества про запас именно в жировых депо. Потому что потом эти жировые депо, когда мы недополучаем питательные вещества, в первую очередь идут в расход, идут в топку. Вот, друзья, если вы хотите избавляться от жира, то вам нужно питаться как можно чаще. И чтобы перерывов между питанием у вас не было дольше, чем 3 часа. Это никак не сказывается и не состыковывается с никаким из видов голодания. Ни с лечебным, ни с периодическим. И запомните один закон, если вам не говорили об этом ваши родители, ваши бабушки, а мне об этом говорили, что когда вы встаете из-за стола, наевшись, вы переели. Когда вы встаете из-за стола с чувством того, что вы переели, вы уже отравились. Происходит интоксикация. Почему так происходит? Все вы наверняка знаете тот факт, что организм, а именно наш мозг, получает сигналы о том, что он насытился, где-то через 20 минут после того, как вы начали есть. Так вот, еще одно правило всех долгожителей. Ели они, пережевывали пищу очень тщательно и медленно. Потому что, когда вы кушаете медленно, тщательно все пережевываете, процесс приема пищи растягивается. И к моменту, когда организм, мозг уже получит сигнал того, что вы насытились, вы съедаете довольно-таки небольшой прием пищи, небольшую порцию. Кстати, я всегда страдал таким из-за образа жизни. Я ел очень-очень быстро. Естественно, переедал. Друзья, запоминаем, да, что для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы хорошо и качественно и долго жить, чтобы иметь возможность тренироваться, жить, работать, учиться, полноценно проводить образ своей жизни, и чтобы ваше окружение радовалось, глядя на вас, и у вас были положительные эмоции, а когда вы голодаете, очень сложно сохранять положительные эмоции. Тот, кто сидел на диетах, знает это. Нужно не голодать, а не переедать. Есть как можно медленней, как можно тщательнее пережевывать пищу. Да, когда вам будут говорить еще о том, что нужно чистить печень, почки. Друзья, это не губка, которую нужно мыть под водой. И печень, и почки, и вообще организм наш настолько уникален, что он сам производит очищение, которое ему необходимо. Хотите чиститься? Устраивайте один раз в неделю. Не голодание, а лучше разгрузочные дни. Кстати, мои ученики делают, пользуются этим приемом, и многие очень хорошо себя чувствуют. Попробуйте есть зеленые яблоки в течение одного дня, пить кефир, либо яблоки и вода. Либо на крайний случай пробуйте уже просто только пить воду. Один день в неделю. Естественно, выбираете день лучше всего выходной, когда вам нужно меньше всего активности, когда у вас нет работы, учебы, тренировок. И будет вам счастье, здоровье и успех. Также, друзья, хочу напомнить, что в плане потребления и того, как организм реагирует именно на питание, мы с вами действительно разные. Но есть два типа людей, которые хотят есть утром и которые не хотят есть утром. Лично я считаю, хотя многие медики с этим сейчас тоже не согласны, что лучше всего кушать утром. И если вы не чувствуете голод с утра, значит вы неправильно распределяете дневной рацион. И кушаете, к примеру, перед сном, чего делать крайне нельзя, вообще просто. Вы должны, последний прием пищи у вас быть как минимум 2 часа до того, как вы ляжете в постель. Почему? Потому что ночью, после засыпания, через 2 часа примерно, в организм выбрасывается самый большой выброс гормона роста. А гормон роста как раз таки будет пережигать жир, строить мышечную массу. Но только если вы легли не с полным животом. Если вы поели и легли, вы с гарантией, друзья, блокируете выброс гормона роста и блокируете все нормальные процессы и восстановление набора мышечной массы и избавление от жира. Поэтому, когда вы хотите спать, лучше всего ложиться на пустой желудок. Можете выпить простой чистой воды. Ни чай, ни кофе, ни кефир, ничего. И никакой молочки вечером. Питайтесь разнообразно. Питайтесь, как вам хочется. Соблюдая определенные правила, которые уже не раз я писал в своих статьях и видеороликах. Смотрите на питание через призму инсулина. Потому что инсулин очень влияет на наш организм, на то, как мы накапливаем жиры, как мы набираем мышечную массу. Не забывайте о том, что мышцы сами по себе требуют энергии. Поэтому ходите в тренажерный зал, тренируйтесь. Если вам не нужно быть монстром, а я думаю, таких очень мало, просто хотите хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, тренируйтесь в удовольствие. Около часа. Где-то 20-25 минут тратя на заминку и разминку. И 50 минут силовой тренировки. Преимущественно делайте силовые упражнения. Если вам нужно кардио, лучше гуляйте вечером перед сном на улице. Медленно, спокойненько, в удовольствие. Вот так вы будете здоровым и будете сохранять жизненные силы, удлинять свою жизнь. Жизнь будет качественной. Ни в коем случае не голодайте. Это мой вам личный совет. Не переедайте. Старайтесь вставать из-за стола с легким чувством голода. Как будто бы могли бы съесть еще десерт, но просто не делайте это. И будет вам счастье, друзья, во всем. Вы будете сохранять здравомыслие. Вы будете жить долго и качественно. У вас будет энергия для того, чтобы тренироваться, для того, чтобы любить свою жену или своего мужа. Вы будете хотеть этого. Ведь смысл жизни, если кто-то не знает, просто в том, чтобы жить. А жить нужно счастливо. И только вы выбираете, быть вам счастливым или нет. Только вы выбираете, голодать вам или нет. Переедать или не переедать. Все очень просто. Не забывайте пить воду. И будет вам счастье. Друзья, напоминаю, что вышла моя книга, которую я всем настоятельно рекомендую приобрести и изучить. Особенно, если вы хотите быть инструктором, быть тренером. Если вы хотите просто разбираться в вопросах построения тренинга. Что, как, откуда вытекает. Почему так происходит. Покупайте ее. Называется она «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Можно ее купить как в электронном варианте, так и в бумажном. Ссылки, где это можно сделать, я оставлю под этим роликом. Или просто набейте название книги в поисковике в гугле. Друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами. Когда переходить с уровня новичка-средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней. Отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте. Только развивались, только двигались вперед. Сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки. По дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова